В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. День окончания Второй мировой войны отметили в муниципалитете. Чем больше мы об этом помним, тем больше поводов у нас встречаться, тем лучше и безопаснее наше будет будущее. В Лопатинской общеобразовательной школе открылся Центр цифрового образования детей «АйТи Куб». Он поможет нашим детям получить первоначальные профессиональные навыки, а может быть в дальнейшем и определиться в выборе профессии. В совхозе имени Ленина прошел очередной обучающий семинар «Все о ЖКХ». Каждого интересует свой дом непосредственно, своя проблема. Сегодня в России памятная дата – день окончания Второй мировой войны. По традиции в Ленинском городском округе проходит возложение цветов к вечному огню на Аллее Славы города Видное. Ветераны, дети войны и общественные деятели ранним утром 3 сентября пришли к этому знаковому месту, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы войны. Чем больше мы об этом помним, тем больше поводов у нас встречаться, это обсуждать, тем лучше и безопаснее наше будет будущее. Потому что мы видим, что происходит в стране Восточной Европы, где еще недавно мы освобождали, а сегодня мы уже, видите, враги целых государств. Поэтому я считаю, что таких поводов должно быть как можно больше. Такие мероприятия сегодня проходят по всей Московской области. С этого года день воинской славы отмечается не второго, как раньше, а именно 3 сентября. Это дата, когда указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена победа над Японией, когда-то соратницей фашистской Германии. Советский Союз выполнил все обязательства, которые он брал перед своими союзниками. Разгромил фашистскую Германию. 9 мая мы отметили 75-летие юбилей нашей Великой Победы. И через 3 месяца, как и было договорено, он вступил в войну с Японией, объявил это все официально. И 2 сентября эта операция, можно сказать, победоносно была завершена. Вторая мировая война считается самой крупной и кровопролитной войной за всю историю человечества. Она продолжалась 6 лет. Подобные мероприятия призваны сохранять память о тех событиях. В этот день на Аллее Славы состоялось еще одно возложение цветов. Десятки людей собрались у памятника воинам-интернационалистам, чтобы отдать дань памяти погибшим при совершении террористического акта в Беслане в 2004 году. Продолжит тему моя коллега Юлия Пагасьян. Раздался скорбный детский крик. И жизнь остановилась. Каждое первое сентября рука об руку идут два события. Праздничное настроение Дня Знаний и печальные воспоминания о страшной трагедии, которая в 2004 году произошла в одной из школ Беслана. Террористы захватили учебное заведение. Более 300 погибших. В их числе дети, учителя и сотрудники спецслужб, освобождавшие заложников от террористов. Погибло тоже 10 сотрудников спецслужб. Ребята получали в спину, когда несли маленьких детей в спину пули. До слез, к сожалению, такие страшные трагедии случаются. Поэтому вот и молодые ребята, я здесь вижу, они не зря здесь. Это память о прошлом. Если кто не помнит прошлого, будущего реально не будет. Теперь 3 сентября в России знаковая дата. День солидарности в борьбе с терроризмом, когда по всей стране вспоминают жертв террористических атак. В Ленинском городском округе традиционно проводят митинг и возложение цветов к памятникам воинам, интернационалистам и нашим матерям. Не лишне будет вспомнить, что примерно в то же время взрывались жилые дома на юге Москвы, буквально в нескольких километрах от нас. И в нынешнее время, даже в открытых средствах массовой информации, мы можем слышать о том, как органы госбезопасности, правоохранители ведут ежедневный бой. Это фактически война и предотвращают террористические акты в том или ином субъекте нашей страны. Это дань памяти всем погибшим от терроризма. И мы должны прививать своим детям с детства патриотизм и память, не забывать, что вот такое может случиться. Мы скорбим вместе со всеми и помним. Воспоминания о том страшном событии никогда не умрут в наших сердцах. И каждый год люди будут приходить к знаковым местам, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ. Научиться программировать, создавать мобильные приложения и роботизированную технику, работать с виртуальной реальностью и все это в стенах школы звучит невероятно, но теперь у учеников Лопатинской школы есть такая возможность. Посетила только открывшийся Центр цифрового образования детей IT-куб Лопатина и наша съемочная группа. В Лопатинской средней школе открылся IT-куб – Центр цифрового образования детей, цель которого – приобщить школьников к деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. На площади 600 квадратных метров 8 учебных залов. Здесь ребята могут заниматься программированием, создавать мобильные приложения и работать с виртуальной реальностью. В IT-кубе шесть направлений – основа программирования, разработка мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника, системное администрирование и кибербезопасность. Направление программирования на языке Python. Курс двухгодовой дает детишкам уже такие достаточно серьезные навыки, которые могут им пригодиться даже при трудоустройстве сразу. То есть они могут уже базовые задачи программирования на этом языке выполнять. Создание центра стало возможно благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» и приоритетному национальному проекту «Доступное дополнительное образование детей». Центр открывает перед ребятами поистине безграничные возможности, считают педагоги. Я надеюсь, что вот этот вот наш центр, IT-куб, который является частью федерального проекта образования, он поможет нашим детям получить первоначальные профессиональные навыки, а может быть в дальнейшем и определиться в выборе профессии. Сейчас в центре проходят ознакомительные занятия, чтобы ребята могли понять специфику каждого направления и определиться со специализацией. Я уже заявку подал на Python, то есть программирование Python. Мне очень понравилось. Я не ожидала, что вот за полгода все вот так построят, и классно. И техника новая. Я вот настрою всякие наушники, мышки, зарядники. И то есть все для удобства сделано. Центр оснащен по последнему слову техники. Более 80 компьютеров, планшеты, 5 разновидностей шлемов дополненной и виртуальной реальности. И множество специфической аппаратуры. У каждого куба своя специфика, да, и у него в большинстве своем спецоборудование. У робототехники достаточно много различных компонентов для роботостроения. То есть начиная от сборных конструкторов, заканчивая дополнительными, достаточно сложными пневмодатчиками, сенсорами, всякими температурными датчиками. Уже набрано более 450 желающих, но записаться в IT-куб еще можно. Правда, стоит поторопиться. Занятия начнутся в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Обучающие семинары все ЖКХ разработаны для повышения уровня грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведь нередко жители многоквартирных домов, сталкиваясь с коммунальными проблемами, не знают, куда обращаться, чтобы их решить. Очередной учебный курс состоялся в поселке Совхоза имени Ленина. Первый после периода самоизоляции семинар в рамках обучающего проекта «Всё о ЖКХ» прошел в поселке Совхоза имени Ленина. Всего на территории муниципалитета уже было организовано три таких форума. Основная цель мероприятия в доступной форме – рассказать об основных понятиях и нюансах жилищного законодательства и показать, как успешно применять эти знания на практике. Лекции ведет руководитель местного отделения Ассоциации председателей Совета многоквартирных домов Людмила Лернер. Мы раскрываем каждую тему поподробнее. И потом по каждой теме жители задают вопрос, и мы стараемся оперативно ответить. Потому что каждого интересует свой дом непосредственно, своя проблема. Поэтому мы ввели такую практику, что после каждой темы на эту тему задают вопросы, и мы отвечаем. На семинаре были рассмотрены шесть основных тем – законодательство в сфере ЖКХ, капитальный ремонт, система обращения с твердыми коммунальными отходами, создание совета дома, взаимодействие с управляющими компаниями, тарифы на коммунальные услуги. В основном люди обращаются с вопросами по поводу мусора, как складывается тариф по мусору, также как складывается тариф управляющих компаний, куда идут денежки ихние, что у нас грозит капремонт, если у нас спецсчет, либо у людей идет, как говорится, в копилку на капремонт. Вопросы, все, что касается ЖКХ. В ходе встречи жители могли задать свои вопросы, и большой интерес вызвала тема о проведении общих собраний собственников, в том числе в электронном виде – предоставление реестров владельцев жилья и набор кворума. Многие считают, что если есть специальство в домах, он царь и бог, он все решает. Нет, высшим органом является общее собрание собственников, то есть все решения принимаются на общем собрании. Но общее собрание может наделить определенными полномочиями председателя Совета Дома. Все участники семинара получили учебные пособия, в которых содержится необходимая информация курса. Стоит отметить, что помимо семинаров обучение можно пройти и дистанционно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Любой заводчик и кикенолог хочет показать своего питомца с лучшей стороны. На выставках можно оценить внешний вид собаки и качество ухода за ней, а ум и вложенные усилия раскрываются на соревнованиях по дрессуре. Проверить подготовку своих собак кинологи смогли на соревнованиях по мандьорингу, которые прошли в Ленинском городском округе. Дословно мандьоринг переводится как «всемирный ринг». Это единая система дрессура для оценки собак на международном уровне. Мандьоринг вобрал в себя три основные школы – французскую, бельгийскую и немецкую. Отборочный этап на чемпионат мира по этому виду дрессировки состоялся на территории кинологического центра «Атаман». Интересно, что заранее никто не знает тему соревнований, в каком порядке и какие упражнения будут выполнять участники. Чтобы посмотреть, как поведет себя собака, чтобы отобрать сильных собак, в том числе для разведения. Чем крепче нервная система у собаки, тем, соответственно, лучше от нее будут щенки. Любой вид спорта вырастает, как правило, из теста. Мадьоринг отличается от других видов дрессуры своей сложностью и сочетанием большого количества разнообразных элементов. Собаки показывают навыки охраны и защиты, а также свое послушание. Во время упражнения участников могут отвлекать выстрелы, падающие предметы, отвлекающие запахи. Слабость в характере собаки или ее обучении ищет фигурант – человек в защитном костюме, проверяющий умения животного. Это спортивные собаки, это немножко отличается. Собаки спортивные не кусают открытые участки. Ну, бывают моменты, когда и кусают за кисти, но собака сразу же отпускает и кусает костюм. То есть для большинства собак – это мы большая игрушка. В России мадьоринг появился в начале 2000-х годов. Тогда этот вид дрессировки уже был популярен в Европе. Ирина Шмунина стояла у истоков развития мадьоринга в нашей стране. Когда-то увидела на видеокассете, скачала правила и показала друзьям. В 2005 году я поехала на чемпионат мира зрителям в Словении. Посмотрела, и казалось, что мы делали все не так. Нам казалось, что мы делаем правильно. Но вот тогда как раз-таки начал развиваться именно правильный мадьоринг, как это есть сейчас. Категория М3 в мадьоринге считается самой высокой. Бельгийская овчарка Алвара стала самой юной в этой категории. Ей три с половиной года. Ее хозяин – опытный дрессировщик, пришедший в мадьоринг год назад. Он привлекает свою непредсказуемость. У тебя всегда шанс есть обойти своих коллег. Потому что сценарии всегда разные. И собаке часто от тебя это не зависит, как собака примет решение. Так как в России мадьоринг – молодой вид дрессуры, представителей высокой категории можно пересчитать по пальцам. На соревнованиях присутствовало восемь участников с разрядом М3. За ними с интересом наблюдали менее опытные заводчики. Здесь собрались самые сильные, действительно. Я в восторге, потому что тот уровень, который показывают собаки на третьем уровне, вот нам, так как мы выступаем еще на первом, это наши только вторые соревнования, вот нам еще до этого расти и расти. Участники продемонстрировали около 17 упражнений. На каждую собаку отводилось более 40 минут. В таких условиях на последних этапах им было сложнее сосредоточиться на выполнении команд. Но именно так собака демонстрирует все свои способности. Александр Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.